Прелюбопытнейшая новость пришла из соседней Украины. В следующем году на тамошний рынок планирует заявиться китайская марка Хунци, что переводится как «красное знамя». Под этим брендом изначально выпускались лимузины для правящей верхушки, но постепенно фирма начала штамповать массовый премиум для обеспеченной публики. Для производства народных моделей концерн Фау, которому принадлежит Хунци, смонтировал новую сборочную линию, на которой введён стандарт качества, полностью скопированной у Audi. А большинство компонентов поставляют те же поставщики, что поддерживают работу совместных предприятий Фау-Фольксваген и Фау-Тойота. Первым — украинский рынок. Бросится покорять представительский седан Хунци H9. Это новинка 2020 года, задача которой — заманивать покупателей, что прежде выбирали Мерседесы С-класса. Модель выделяется двухцветной окраской, выдвижными ручками и монументальным дизайном, за который отвечал Джайлз Тейлор. Что прежде рисовал автомобили Rolls-Royce. В базовом исполнении седан стоит около 70 тысяч долларов. Это примерно 5 миллионов российских рублей. Правда, по китайской традиции, флагман оснащается двух- и трёхлитровыми турбомоторами. Таковы особенности налоговой системы Поднебесной. Но натуральный шпон и кожа, а также продвинутая электроника, этой машине положены. Также украинским миллионерам предложат флагманский кроссовер Hunzi EHS-9 стоимостью около 100 тысяч долларов. По формату новинка больше похожа на BMW X7. Однако прямые параллели лишены всякого смысла, поскольку китаец имеет электрическую начинку. Для заказа будет доступен двухмоторный вариант отдачи 436 сил. С запасом хода дела обстоят отменно. С самой скромной батареей огромный кроссовер готов отмахать 460 километров. А с топовым аккумулятором больше 600. Притом во время путешествия водителю будут доступны услуги автопилота. Хотя главный здесь, разумеется, не шофёр, а пассажиры. Для них установлена пара роскошных ложементов. Наконец, самый скромный представитель семейства Hunzi — это кроссовер HS5 стоимостью всего 43 тысяч долларов. По цене Geli Tugela покупатель получит двухлитровый полноприводный SUV премиального, как уверяет производитель, уровня. С салоном, который старательно копирует современные Мерседесы. Ходят слухи, что Украина лишь первый плацдарм, чтобы затем двинуться дальше, например, в Россию. Во всяком случае, по собственной информации телеканала Автоплюс, послы бренда уже провели предварительную разведку. Продолжение следует...